Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории империи зла. И сейчас я, во-первых, вернулся в Россию после своего недельного турне по Казахстану. Сейчас я нахожусь в Челябинске. А во-вторых, я хочу вам рассказать две важные новости. Во-первых, вчера исполнилось ровно 8 лет с момента завоевания с Зенитом первой золотой звезды. Тот путь, который наша команда долго и тернисто проходила все 90 лет существования клуба, она все-таки прошла. Тот путь, в шаге от конца которого мы были в 2013 году, и особенно обидно в 2014 году, в 2015 все-таки завершился в наш путь. И не случайно на матче УФА-Зенит, который проходил на стадии Петровский, болельщики Зенита заряжали в первую очередь кричалкой не против УФЫ, потому что против УФЫ мы ничего, по сути, не имели. С регионами нам делить нечего. А кричали ЦСКА всасать. ЦСКА, которая дважды ставляла нам палки в колеса, в этот раз сдалось, сдусь. И после матча Зенита Ростов 3-0 математически потеряла шансы на золото. Дальше Краснодар, в принципе, уже ну, не вызывал никаких опасений, потому что отрыв был слишком большой, и Зенит так или иначе его по-любому удержал. Основная груза была связана именно с ЦСКА. А после матча у Фазенит, который завершился ничью 1-1, даже Краснодар потерял любые шансы на золотую медаль. И началось празднование, грандиозное празднование по всему Санкт-Петербургу. Этот праздник подарили нам Халка Висель, Вилаш Бош и Луушнету, те, кто, в принципе, в истории Зенита сыграли отрицательную роль. Но конкретно в этот момент они были для нас героями. Они были для нас теми, кто всё-таки пробил эту пелену. Чёрную, сука, блядь, пелену. Невезение. И всё-таки взял первую золотую звезду. Я говорил, что золото 14-15 не считаю за золото. Но другие болельщики Санкт-Петербурга за золото ещё как считают этот сезон. Поэтому их я с этим достижением, с этой круглой датой поздравляю. Ну и в принципе, Зенит тогда показал в первую очередь самому себе, как не надо проводить концовки чемпионатов. В трёх сезонах подряд, в том числе, кстати, в чемпионском. По апреле Зенит очень нервничал. Если бы не солиднейший гандикап относительно ЦСКА, созданный осенью, мы бы, я думаю, что и этот сезон вполне возможно проиграли. В этот раз, когда у нас Семак, Зенит просто образцово-показательно проводит весну, не просто в этом сезоне, а вообще во всех чемпионских сезонах. В сезоне 18-19 в самом первом сезоне мы весной сделали отрыв от всех. Так же, как в сезоне 2017-22. В сезоне 19-20 и 2-21 весной шли ровно, стабильно и дошли до чемпионов. А в этом сезоне в этом сезоне мы идем графиком ЦСКА. ЦСКА, как и в 2014-м году, начал выдавать сумасшедшую победную серию. Но эта серия не стала золотой для коней. Почему? Потому что Зенит тоже начал выдавать точно такую же сумасшедшую победную серию. Сейчас, после ничьи Зенит-Краснодар, да, Зенит набрал два очка меньше, чем ЦСКА это весной. Но вообще, в принципе, по сути, с точки зрения чемпионской гонки в путь до игры Зенит-Спартак по весне, именно в путь до игры Зенит-Спартак включительно у Зенита, график был один в один, как у ЦСКА. Семь, насколько я помню, побед, одна ничья и одно поражение. Именно то, что Зенит в своих матчах побеждал, позволил нам стать чемпионом в этом сезоне и взять вторую золотую звезду без такого нервяка, как было восемь лет назад. Это первая новость. А вторая новость. Александр Мостовой очень неоднозначная личность, которому у меня в принципе есть вопросы, много вопросов. вчера или сегодня, я уже не помню, сказал очень правильную мысль. Спартак на пост главных тренеров зовут Шарлатанов и эфиристов. то есть вы представляете себе только сейчас, когда красно-белые провалили полностью март, апрель и начало мая. в Спартаке задумались наконец о том, о чем я, дорогие зрители, говорил еще с начала этого календарного года. Да, блядь, больше я говорил об этом с декабря нахуй. Что обоскали то показушки. И вы представляете себе, начали раскрываться глаза у Спартащей. У Александра Муставова начали раскрываться глаза. У других, я думаю, тоже раскроются. Если особенно Спартак не сможет победить в Дерби с ЦСКА, раскроются. А я не думаю, что они смогут победить в Дерби с ЦСКА. Потому что Спартак сейчас слишком слабый. В первую очередь психологически. Чтобы рассчитывать на победу в Грис с ЦСКА. Я думаю, знаете, что будет ничья. будет ничья в пользу, конечно же, в пользу ЦСКА. Потому что сейчас у них отрыв такой, что любой иной исход, кроме поражения, автоматически делает ЦСКА вторым. Ростов вряд ли победит в Краснодаре. Ростов вряд ли вообще зацепит даже ничью там. поэтому если ЦСКА не проигрывает Спартаку, он автоматически второй. Но я скажу, что нет сейчас вообще никаких предпосылок, потому что Спартак сейчас вдруг взял и свернул город. Почему? Потому что ну потому что это просто дно. Вот так играть это весну это просто дно. Один эпизодический всплеск был в игре Спартак-Краснодар. После 60-й минуты 30 минут Спартак играл в футбол. 30 минут за всю осень. Блять, за всю весну. Такой Спартак он не то что коней не победит. Он сука блять даже Ростов не обойдет в таблице. Вот и все.